В 2004 году на конференции E3 Sony продемонстрировала свою первую портативную консоль PlayStation Portable. Уже в конце того же года Sony начала в Японии продажи своей первой версии PSP. Одна мало вспоминающаяся деталь E3 2004 года касается предпоказа гран-туризма для PSP. Да не просто гран-туризма, а четвертой части, которая была эксклюзивом на PS2 и вышла в конце того же 2004 года. Четвертая часть гран-туризма по праву считается одной из лучших частей гран-туризма. В ней были продемонстрированы весь потенциал второй PlayStation, но она даже поддерживала запуск игры в 1080i, что кажется и по сей день просто невероятным, а в те годы это было просто невозможно. Но вернемся к гран-туризму 4 Mobile для PSP, который анонсировали тогда Sony в 2004 году. Так вот, всем показали пару роликов из этой игры, концепт с коробкой игры, ну в общем-то и все. Игра была выпущена почти что 5 лет спустя, после выпуска PSP. Если быть точным, в 2009 году, да и вовсе не какая-то не четвертая часть, а просто-напросто гран-туризма PSP. Хотелось бы разобраться, что это за такой долгострой для PSP и так ли она ужасна, как отзывы о ней. Интересно пересмотреть и переценить эту игру спустя практически 12 лет после ее выхода. Начнем с самого интересного, из того, чем славилась эта серия игр, а именно графика в ней. Тут все очень даже интересно. В игре довольно-таки качественные и приятно реализованные автомобили, с очень качественной фотореалистичной графикой. Окружение в игре тоже приятное, но видно, что на нем немного сэкономили, упор сделали на автомобиле, и оно в принципе понятно. Очень приятным стал тот факт, что сама игра запускается работой 60 FPS. Но это прям очень круто и уникально для PSP. Так что играть у нее с такой картинкой и высоким фреймрейтом очень даже приятно. Насчет геймплея. Эта часть нас интересует очень сильно. И тут не все так однозначно и просто. Давайте обо всем по порядку. Портативная версия Гран-Туризма может нам предложить одиночный режим. Игры, которые делятся на три части. Обычная гонка с тремя соперниками, тайм-триал и дрифт. Одиночные игры вам предлагают огромный выбор трасс, а их 35. И многие из них были взяты из четвертой части, и это очень здорово. Так что где покататься, вы точно сможете себе найти. Говоря о соперниках, тут нас встречает слабое железо Sony. Соперников на трассе может быть только три. И они, ну, очень даже простые. Вы без всякого труда можете занять лидирующее положение в гонке. Да и к тому же искусственный интеллект в игре реально туговат. И это довольно-таки быстро бросает в глаза. В общем, режим одиночной игры довольно-таки слабый. Его надолго не хватает. Потом идет тайм-триал. Тут все понятно. Убираем трассу, машину, наворачиваем круги, пытаясь в плюсовственный рекорд. Да, режим не огонь, но в таких играх он имеет место быть. Ну и последний режим дрифт. В принципе, он неплохой и интересный. Убираем трассу и машины на трассе у нас будут отмечены зоны, в которых надо валить боком. И получать очки за это. Ну, в общем-то, и все. По этому режиму больше ничего не добавить. Больше в одиночном режиме ничего нет. На этом он реально заканчивается. Никакой карьеры, никаких специальных ивентов или турниров. И, в общем-то, как только вы это создаете, то становится просто грустно, что за пять лет работы над игрой в игру так и не смогли засунуть полноценную карьеру. И она так и осталась урезанной, сама игра. Но не беда, в игре есть режим получения лицензии. Тот самый режим, который делает серию Гран-Туризма особенной. Ведь это просто отлично. Режим получения лицензии, в принципе, немного и неплохо заменяет карьеру. Сидим и проходим мини-задания, которых около сотни. Сами же задания проходят на всех имеющихся трассах. В городе, на гоночном треке, райли по снегу и грязи. Так что погонять вам будет где. Причем каждое задание можно пройти на бронзу, серебро, ну и на золото. А это уже не так уж и просто. Поэтому, если вы любите все проходить на лучший результат, то играть вы будете долго, очень долго. Все пройти на золото не такая уж и простая задача. Хотелось бы задать крайне необычное решение разработчиков игры касательно покупки автомобилей. В игре ни много ни мало 800 машин. Так что выбор просто огромнейший. И можно собрать очень неплохую коллекцию. Но. Очень большое но. Машину, которую вы хотите, не так-то просто купить. Объясняю. В игре машины выставлены на продажу, а точнее дилеры появляются рандомно. В зависимости от игрового дня. И за раз не бывает больше пяти дилеров. Так что желаемую тачку вы себе купите не сразу. И вовсе неизвестно когда. Крайне странное решение для такой игры. Генерировать выбор автомобилей совершенно рандомным образом. Что в итоге? А в итоге долгострой для PSP, который делался 5 лет. Изначально нам вовсе обещали другую игру. А именно 4-й Гран-Туризм мобильную версию. Так вот, какой же вердикт можно сделать по самой игре? Если рассматривать эту игру не думая, что это долгострой, что нас немного обманули и не брать на внимание отсутствие карьеры и косяк с покупкой машин. Игра вышла годная. Все тот же Гран-Туризм и с отличной графикой. А это очень и очень даже важно для такой игры. Интересно затягивающиеся моменты связаны с получением лицензии. Довольно-таки большой выбор трассы машин. Лично мне она нравится. Провел в ней немало часов, пытаясь пройти на золото, селебро и серебро. И до сих пор я все не прошел на серебро и на золото. Можно ли порекомендовать эту игру? Да, но только любителям Гран-Туризма. Остальным же игрокам вряд ли часть понравится. За отсутствием карьеры и косяков с покупкой автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok